Три-четыре раза в день Иван Зудилов обходит здание вокзала и прогуливается по перрону. Конечный пункт всегда скульптура двух пионеров. Когда они здесь появились, кто автор монумента и почему скульптура расположена именно здесь, эти вопросы начальника вокзала беспокоят во вторую очередь. В первую, важно, чтобы скульптура была в порядке и хорошо выглядела. Однажды утром, посещая, делая вход территории, я обнаружил, что на пионере висит пиджак и на голове кепочка. Но пришлось немедленно это все убирать. Последние семь лет пионеров каждый год красят и приводят в порядок. Скорее по привычке, а не из-за возложенных кем-то обязанностей. Это уже многие десятилетия как часть вокзала. В послевоенное время садово-парковые скульптуры массово заселяли города Советского Союза. Прописку они получали в скверах, на аллеях, у школ, в людных местах, где их можно рассмотреть. Вокзал, безусловно, одно из самых людных мест города. Но стоят наши пионеры. На самом краю перрона сразу не заметишь. Словно их сюда спрятали. В 50-х, по-моему, годы, даже еще раньше, специально высылали для, как говорили раньше, с центра высылали альбомы. Вот малых архитектурных форм. И зачастую это делали местные скульпторы. Конечно, может быть, они вносили какое-то свое видение. Может быть, немножко отходили от установленных форм. Кто они? Пионеры? Куда-то в поход пошли? Или это эти... Как их? Искатели-то как называли? Геологи, исследователи. Пионеры-геологи, путешественники, туристы – это уже было не по стандарту. Специализированные журналы совершенно точно предписывали – пионер должен быть одет по форме, обязательно в галстуке. Он должен стоять, а не сидеть. Из дополнительной атрибутики приветствуется горн, допускается барабан или мяч. Автор барнаульской скульптуры, имя которого неизвестно, от идеологии ушел. Конечно, это была идеология, идеологизированная. Почему пионеры обязательно в галстуке, обязательно в форме были. То есть они подчеркивали, что строитель коммунизм – вот он молодой. У него скрепленный взгляд в будущее, воодушевленный. То есть это было то время. Вместо гор на туристический планшет отсутствие галстука дополняет тюбетейка. А смотрят пионеры не в светлое будущее, а друг на друга. Маршрут обсуждают. Камень в руке пионерки укрепляет догадки старожилов о том, что строители коммунизма отправляются в геологическую экспедицию. Почему автор отошел от существующих стандартов, неизвестно. Возможно, месторасположение продиктовало свои условия. Сейчас этой достопримечательностью на вокзале местные жители практически не интересуются. А вот временных гостей краевой столицы она привлекает. Проезжающие на поезда фотографируются. Все. Все. Как музей. Ежедневно через вокзал проходит от 1200 до 1700 людей. А эти двое все ждут своего поезда. К лету их вновь обновят, покрасит серебрянкой. Иван Зудилов обязательно проконтролирует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...